Величайшее чудо Божие! Ежегодное схождение благодатного огня на святой гроб Господень в канун православной Пасхи, когда службу совершает православный патриарх, поразительное доказательство величия Церкви Православной и истинности ее веры. Продолжение следует... 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 которую просит умолить сына о неспослании огня. Сначала изредка, а затем все сильнее и сильнее, все воздушное пространство храма пронизывают цветовые сполоки, вспышки света. Они имеют голубоватый цвет, их яркость и интенсивность волнообразно нарастают. Продолжается приготовление к великому событию. Уже снята восковая печать. Ее разделяют на маленькие кусочки и раздают верующим. Через некоторое время, как правило, около 13 часов, начинается летание, в переводе с греческого «молитвенная процессия благодатного огня». Это крестный ход от алтаря Кафаликона через весь храм Кратонде и троекратным обходом Кулуклии. Впереди хоругвеносцы с двенадцатью хоругвями, за ними отроки с репидами, клирик-крестоносец и, наконец, сам блаженнейший патриарх Иерусалимский. В крестном ходе участвует и игумен с инаками монастыря Савы Освященного. Из всех древних монастырей Иудейской пустыни сохранилась в первозданном виде только эта лавра в семнадцати километрах от Иерусалима, невдалеке от Мертвого моря, и его монахи являются обязательными участниками таинства схождения благодатного огня. Патриарх останавливается перед самым входом в Кулуклию, его разоблачают, снимают праздничные ризы, оставляя в одном белом подряснике. При этом иногда патриарха обыскивают, хотя это и не существляется каждый раз в обязательном порядке, но представители власти могут воспользоваться всякий раз этим правом. Только в одном подряснике патриарх заходит в Кулуклию и, долго преклонив колено, молится у гроба Господнего о схождении благодатного огня. Напряжение достигает высшей точки. Многих их собравшихся охватывает ощущение, что по их грехам великое чудо может не произойти. Все пронизаны чувством сопричастности к великому событию, происходящему не более двух тысяч раз за всю историю человечества. За это время успели развиться, прославиться и погибнуть великие империи. В житейском укладе людей произошли огромные изменения, но неизменно совершается это великое чудо схождения благодатного огня. И, наконец, по милости Божией, небесный огонь сходит на землю. Священосцы-скороходы, принявшие благодатный огонь через специальное конца, разносят его по всему храму. Зажженными свечами в дверях Кулуклии появляется патриарх. И радостный колокольный звон, звучащий в Великую Субботу только после сошествия огня, сообщает всем о свершившемся чуде. Пасхальная свеча храма Гроба Господня. Это 33 соединенные свечи. В основном у каждого в руках по три пучка свечей, и свечи из других мест Святой Земли. Это настоящий костер, от которого исходит сильный жар. Однако небесный огонь имеет уникальное свойство. Первые минуты он не обжигает, и люди буквально омываются благодатным огнем. Схождение благодатного огня происходит только накануне православной Пасхи, и только на свечи православного патриарха. История помнит два случая, когда пытались получить огонь представители иных христианских конфессий. В 1578 году армянские священники договорились о передаче права получения благодатного огня представителю армянской церкви. Православного патриарха даже не пустили в храм Гроба Господня. Армянские священнослужители вошли к Увуклию, но их молитвы не были услышаны. Стоящие у закрытых дверей храма православные священники тоже обращались с молитвами к Господу. Внезапно послышался шум, колонна у дверей храма треснула, и из нее вышел огонь и зажег свечи в руках у Иерусалимского патриарха. Среды исхождения небесного огня до сих пор можно видеть на одной из колонн, расположенных у входа в храм. С тех пор больше никто не оспаривал право получить благодатный огонь. Несомненно, что сошествие огня в Великую Субботу на Гробе Господне есть результат непосредственного божественного воздействия. Господь повелевает каждый год на протяжении почти двух тысяч лет на месте Своих крестных страданий и земной смерти сойти огню в день накануне Своего воскресения.